Севастополь Режим ЧАЭС в регионе пока еще не снят. Губернатор города на заседании оперативного штаба в понедельник поручил Управлению обеспеченные мероприятия гражданской защиты просчитать энергетический баланс. Сергей Миняйл отметил, следует спрогнозировать возможные пиковые режимы работы энергосистемы города на год, чтобы быть готовыми к любым нестандартным или чрезвычайным ситуациям. Просчитайте баланс вместе с Крымэнерго. Баланс электроэнергии, который поступает от четырех линий и от собственных источников генерации. ТЭЦ, которые находятся у нас в Симферополе, они сегодня работают не на полную мощность раз. МГТСки находятся в дежурном режиме. Два ТЭЦ ставятся на профилактику с Крымэнерго. Согласуйте вопрос, какие ТЭЦ выводятся на профилактику и какие МГТСки. И только после этого будет принято соответствующее решение. Руководитель Севастопольэнерго сообщил, что в настоящее время совместно с Крымэнерго рассчитывается энергобаланс с учетом того, что часть оборудования электростанции выводится в ремонт. Данную после уточнения представит правительство Севастополя. Далее информация для жителей проспекта Победы 2А. Во вторник, 17 мая на действующем газопрободе будут проводиться работы. Подача природного газа потребителям будет ограничена с 10 утра и до 14.30. Реалта, Севастополь и Евпатория вошли в десятку наиболее популярных среди россиян городов для летнего отдыха. Соответствующий рейтинг опубликован на туристическом сервисе Travel.ru. Аппаратное совещание в Доме правительства в понедельник было полностью посвящено теме готовности города к летнему туристическому сезону. Кто займется в этом году благоустройством пляжей, когда официально стартует купальный сезон? Сейчас материал готовится и к эфиру. Все подробности мы расскажем буквально через несколько минут. А сейчас продолжаем. В Севастополе проходит неделя документальных фильмов. В субботу стартовал 12-й международный кинофестиваль «Победили вместе». Каждый день с утра до позднего вечера участники представляют свои ленты в кинотеатрах города. На церемонии открытия фестиваля побывала наша съемочная группа. Международный кинофестиваль набирает популярность с каждым годом. В 2016-м свои работы представили уже 23 страны-участницы. Среди них впервые выступают гости из США и Канады. Режиссеры, продюсеры, сценаристы едут в Севастополь, несмотря на международные санкции. Наталья Анисимова на фестивале не в первый раз. Ее ленты посвящены Великой Победе, о чем в ее родной Молдавии с недавних пор принято умалчивать. «В условиях Молдовы, в условиях нашей страны достаточно сложно сейчас работать и освещать тему Великой Отечественной войны. Либеральная партия у нас собирается отменить Георгиевскую ленточку. Даже не просто отменить, а ввести жесткий запрет и штрафовать людей за ношение Георгиевской ленточки. Те проекты, которые мы делаем, связанные с войной, это дань нашим родственникам, нашим прадедам». Кинофестиваль «Победили вместе» берет свое начало в 2005 году. За 11 лет увеличилось число номинаций, появились новые рубрики. Но главная идея фестиваля – с помощью кино сохранить память о героях Второй мировой войны – остается неизменной. «Севастополь собирает и привлекает творческие силы документалистов, творческие силы наших международных коллег, зарубежных коллег, привлекает тех, кто стоит на позициях, конечно же, патриотизма. Если наши отцы и деды защищали Отечество, то внуки защищают правду. Вот эту правду и защищает наш фестиваль». Президент 12-го кинофестиваля – известный актер и режиссер Владимир Меньшов. Оценивает работу участников компетентное жюри, в состав которого входят ведущие деятели кино и телеиндустрии из разных стран мира. «Вот здесь присутствуют наши армянские друзья, наши казахские друзья, с которыми мы учились вместе и привозят замечательные работы. И уже о результатах мы вам потом расскажем. Это очень сложно как бы будет». Фестиваль завершится 19-го мая церемонией закрытия и торжественным награждением призеров. Посетить основные события документального кино «Севастопольцы» могут в кинотеатре «Мусон». Вне конкурсные работы показываются в кинотеатре «Москва». Дмитрий Дудко, Александр Тимофеев, Александр Листопад. Информационный канал «Севастополя». Порядка 60 тысяч рублей пойдут на лечение 17-летнего Дмитрия Пантелеева. Сумму собрали в воскресенье на благотворительном концерте. Мальчик инвалид детства. У него ДЦП тяжелой формы с несколькими сопутствующими диагнозами. Позади ряд сложных операций – курсы реабилитации. Теперь ребенку жизненно необходимо многофункциональное кресло «Трансформер». Оно обеспечит вертикальное положение и имитацию ходьбы. Сбором средств на лечебный аппарат занимается мама Димы Ирина Пантелеева. Семью поддержали более сотни севастопольцев. На сцене одного из ночных клубов выступила рок-группа «Сатисфакция». Коллектив уже несколько раз присоединялся к благотворительным акциям, которые проходили в городе. Не остались стороне и в этот раз. «Трансформер» отмечают, каждый, кто пришел на концерт, приблизил Диму Пантелеева к здоровой и радостной жизни. В этот же день организаторы передали вырученные средства семье мальчиков. Хотим, чтобы цель, которую мы поставили – собрать мальчику Диме на тренажер, который ему поможет адаптироваться к жизни, начать активно двигаться, хотя бы в условиях квартиры, мы стараемся эту цель достичь. Для нас это тоже важно, раз мы уже в это дело взялись, впряглись. Важно, чтобы это получилось, чтобы все задуманно осуществилось. Сейчас все направлено на то, чтобы мальчик мог развиваться именно в своем доме. Тренажер дорогостоящий, на данный момент его можно найти только за рубежом. То есть мы пытаемся найти какие-то нашего производства тренажеры, но на данный момент пока не нашли. Этот прибор, можно сказать, жизненно необходим ребенку, потому что если он ляжет, если не будет условий развития его организма, органов, мышц, то мы понимаем, к чему приводят подобные вещи. Просто все, человек ляжет, и неизвестно, как его жизнь будет проходить дальше, потому что мальчик жизнерадостный. Конечно, все-таки и таким детям хочется жить, радоваться этой жизни. Около сотни севастопольцев исполнили один из самых зажигательных латиноамериканских танцев – сальсу. Профессиональные хореографы провели мастер-класс и организовали флешмоб. Импровизированным танцполом стали солнечные часы на Приморском бульваре. Акция ежегодно проходит весной в десятках регионов страны. Севастополь участвует в третий раз. Анастасия Синица подробнее. Сложные ритмичные движения, круговое ведение партнера, череда коротких и длинных шагов – все это элементы сальсы – одного из самых страстных и эмоциональных танцев. На опен-эйр в стиле латино пришли десятки севастопольцев. Для них на импровизированной танцплощадке подготовили мастер-класс. Версий возникновения сальсы несколько. Одни считают, что жизнь танцу подарили кубинцы, которые в середине прошлого столетия эмигрировали в США. Есть и более остроумный вариант, мол, вначале был соус. Излюбленная мексиканская приправа также называется сальсой. И поэтому, когда хозяйки толкались на кухне, им приходилось быстро разворачиваться и двигаться, чтобы не зацепить друг друга. Именно это по второй версии и легло в основу танцевальных движений. На других посмотреть и себя показать. Но главное – провести выходной день в движении и на открытом воздухе. Ольга Шадрина – постоянный участник танцевальных акций. Рассказывает, сальса помогает не только поддерживать хорошую физическую форму, но и поднимает настроение и самооценку. Несколько лет назад двигалась скованно. Раскрепоститься помогли профессиональные хореографы. Говорит, еще пару занятий, и можно даже на сцену выходить. Как только ты приходишь на эти занятия, этот час дает тебе возможность раскрыть какие-то свои внутренние способности, таланты. И ты уже просто не можешь отказаться от этих занятий, потому что именно здесь ты понимаешь, на что ты способен, какой ты человек. Когда мы объединяемся здесь, мы понимаем, что мы дышим полной грудью, и что жизнь – это не только дом-работа. Мы имеем очень много всего интересного – полет, фантазий, полет душевный. Потанцевать сальсу Марина Грибань перешла с мужем. Говорит, давно собирались на мастер-класс, да времени не хватало. Теперь планируют записаться на обучающие курсы. Впечатления очень положительные. Мне понравилось, кажется, что получается. И думаю, что с мужем поговорим по поводу профессионального заниматься, прийти и попробовать себя именно в таком танце. У танца порядка пяти разновидностей. Основные различия – в ритме и положении туловища. Сальсу Руэда де Кассина одновременно исполняют сразу несколько пар. Вначале выстраиваются по кругу, а затем движутся синхронно, меняясь партнерами. Севастопольцев обучали именно этому виду сальсы. Хореографы рассказывали, как чувствовать ритм и быстро запоминать движение. Станислав Мордухаев уверяет, главное украшение любой постановки – сам танцор. Поэтому советует быть смелее, эмоциональнее и больше импровизировать. Самое главное – прочувствовать настроение. То есть можно заниматься фитнесом на танцполе, знать кучу движений, знать технику. Ну, я бы это сальсой не назвал. Самое главное – это ощущение, которое у тебя внутри. Мы как-то хотим вот это настроение передать людям, так, чтобы они это все прочувствовали и поняли вообще, что это такое. С правой ноги! Готовимся! Пошли! Раз, два, три! Короткий инструктаж и к флэш-мобу готовы. Ежегодно весной его устраивают в десятках регионов страны. С другими городами России Севастополь сливается в ритме сальсы уже три года. Все собранные средства от акции пойдут на поддержку детей с диагнозом ДЦП. Кроме того, к лету все участники создадут танцевальное видео. В нем покажут, как проходил флэш-моб в разных уголках страны. Анастасия Синица, Александр Листопад, информационный канал Севастополя. Возвращаемся к теме готовности города к летнему туристическому сезону. Итак, кто займется в этом году благоустройством пляжей? Когда официально стартует купальный сезон? Эти и другие подробности в расширенном материале наших корреспондентов. Первую десятку российских курортов по популярности летнего отдыха 2016 года наравне Сочи, Анапы и Галенджиком попали три города Крымского федерального округа – Ялта, Севастополь и Ювпатория. Это рейтинг туристического сервиса Travel.ru. До официального старта курортного сезона остается чуть более двух недель. Проверить обстановку, что называется, на месте решила наша съемочная группа. Итак, в центре внимания – пляжи. Для чистоты эксперимента мы выбрали три самые популярные зоны отдыха в городской черте – пляж Парка Победы, Солнечный и Песочный. Первое, на что обратили внимание, – это табличка «Объект в аварийном состоянии, доступ закрыт». Она красуется на всех трех пирсах Парка Победы. Бытовым мусором пляжи на этот раз не завалены, зато везде ржавые кабинки для переодевания, водоросли вдоль береговой линии, закрытые, разбитые туалеты и душевые. Пока картинка далека от идеала. Первые курортники и местные жители надеются, что их пожелания при подготовке пляжей учтут, ведь ничего нереального они не предлагают. Во-первых, больше навесов, вот тут вот какое-то сделать нормальное покрытие, или песочек, или галечку завести, уборку, ну и вот, чтобы в воде мусор не плавал. Выровнять вот эту гальку, все это выровнять, сделать шире его, раз, и поубирать камни, хотя бы немножко убрать, чтобы входить и выходить было легко, хорошо. Вот так, а так, все здесь, чистота здесь, все хорошо. Ну, во-первых, чтобы он стал чище, как минимум. Пирсы, да, видите, в каком состоянии находятся, как бы абсолютно небезопасные. Вот. Ну, просто, чтобы было красивее, чтобы было чище. Может быть, больше для детей каких-то развлечений, потому что тоже в этом плане с детьми здесь особо, ну, где-то даже небезопасно, потому что и камни, и различные стекла, ну, как бы в море это все присутствует. Все эти пожелания предстоит исполнить частникам. В этом году ответственность за подготовку пляжей ляжет на плечи арендаторов. Итоги конкурса и имена победителей станут известны 18 мая. Изначально речь шла о 53 зонах отдыха, в том числе семи городских пляжах. В итоге невостребованными остались 12 лотов. Это пляжи, прилегающие к летним лагерям, а также береговая линия, не имеющая статуса массового скопления отдыхающих. Конкурсные предложения по благоустройству подразумевают вложение в некоторые территории более 50 миллионов рублей. Сумма рассчитана на два года. Всего же от предпринимателей в правительство поступило 110 заявок. Больше всего желающих было на пляж Парка Победа и Учкуевку по 10 претендентов. Например, в пляж Учкуевка в пять раз предлагается вложить более денежные средства, чем тратили. Как будет организован контроль? В соответствии с договором и порядком проведения конкурса, после определения победителей в течение месяца подрядная организация должна выполнить заявленные требования на всех пляжах. Комиссионно после этого комиссия принимает данные все элементы, после чего заключается договор на два года. Итак, от арендаторов требуют благоустройство инфраструктуры и приведение пляжных территорий к нормам безопасности на водных объектах. После оглашения результатов конкурса предприниматели обязаны в течение месяца выполнить эти работы. Контроль за тем, как идут благоустройства на департаменте городского хозяйства. В случае неисполнения контракта условия довольно жесткие, вплоть до разрыва договора. Зам губернатора Алексей Еремеев предложил к контролю привлекать не только чиновников, но и общественность. И все же главный вопрос на сегодняшний день – откроют ли пляжи к 1 июня, если заключение договоров планируется только 18 числа. Есть минимальный норматив, который позволяет открывать пляжи. Это требования по воде, требования по дну, требования наличия спасательного поста и других первоочередных мер. Если в нормальной летней погоде, то нам ничего не мешает открыть пляжи с 1 июня. Просто там пойдут элементы дополнительного благоустройства. Прошли обучение и получили лицензию на проведение аварийно-спасательных работ. 123 спасателя подготовлены к работе, моторные спасательные средства, материальное оборудование. В настоящее время проводится водолазное обследование территорий. В первую очередь это те территории, на которых не было потенциальных арендаторов. Данную работу планируем завершить до 25 мая. Для осуществления предпринимательской деятельности на пляжах в управлении потребительского рынка и лицензирования согласовывается схема размещения нестационарных торговых объектов. В общей сложности их порядка тысячи. А вот незаконных точек в городе быть не должно, напомнил подчинённым губернатор. Вы вызываете эти бочки, которые стоят на Нахимово, дальше, напротив московского рынка и так далее. В безобразнейшем виде. Всё идёт от бесконтрольности. Если каждое утро вы все вместе будете там, на этих местах обход проводить, порядок мы ведём. Вот каждые 10 минут вы такого составляете. Но объекты, которые выставлены самостоятельно, должны быть убраны. В этом году два балаклавских отеля прошли классификацию, правда, без присвоения звёздочек. Отельеры пока не активны, констатируют в департаменте приоритетных проектов. Однако до конца года, по требованию растуризма, сертифицировать Севастополь планируют 20 гостиниц. Аттестация экскурсоводов – процедура пока добровольная и бесплатная. Это севастопольское новшество. Здесь считают, что турист должен получать качественную и достоверную информацию. Так что знания гида должны быть подтверждены. При подготовке к летнему туристическому сезону вскрылись и некоторые моменты, граничащие с рамками закона. На наших парковках, в том числе на кольце Балаклаве, на Сапун-горе, появилось огромное количество непонятных личностей, которые при постановке машины на стоянку с другим регионом подходят и объясняют, что что-то может быть не так. Я на самом деле сам выезжал на другом регионе, не севастопольском. И мне было предложено заплату либо поставить машину, либо... И это практика, это общая, я уже по Балаклаве хотел бы это отметить. Нужно это пересекать. Дети лейтенанта Шмидта. Согласен. По поручению губернатора, сотрудники УМВД проверят указанные места. Кроме этого, Сергей Минянов потребовал создать межведомственную группу. Надо пройти и проверить наше побережье. Такие места, как Ласпи, на ком основании там есть какое-то строение, стоит какой-то шлагбаум. На ком основании кому-то что-то предоставляется там в виде беседки там и так далее и тому подобное. Кто собственник, есть ли у него основания это делать или нет. Если нет православящих документов, тогда уже традиционное решение. Работа по подготовке пляжей, как вы видите, предстоит колоссальное. Времени остаётся не так много. Станет ли удачным эксперимент по передаче в аренду пляжей? Исправятся ли частники с благоустройством, станет понятно по итогам курортного сезона. Анастасия Шульга, Анна Малышка, Александр Тимофеев, Андрей Тымчук. Информационный канал Севастополя. Такие новости к этому часу. До встречи в 17 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова